Библейский портал экзегет.ру представляет Когда мы читаем, скажем, четыре книги «Царей» или «Царств», то мы понимаем, что это четыре тома. То есть авторы, может быть, были разные, потому что там явно где-то очевидцы, и очевидцы не могли жить в одно и то же время события разные. Но одинаковый стиль, общий редактор, общий составитель этого сборника. А вот книги «Эзра и Неемия» они немножко другие. Они как два взгляда. Вот у нас четыре Евангелия в Новом Завете, это четыре взгляда, очень разных на самом деле, хотя на одну и ту же историю. И вот здесь мы видим книгу «Эзра» и книгу «Неемия», в которых описано одно и то же событие, на самом деле, в глобальном историческом плане. Это возвращение израильтян, но еще не всех, а значительные их части из вавилонского плена в Иерусалим, в Святую Землю, где они, соответственно, начинают отстраивать то, что было разрушено вавилонинами некогда. Но если вот книга «Эзра», она больше связана с какими-то историями о законе, с тем, что вот нужно новую жизнь основать на твердых каких-то вот правилах, которые были даны еще Моисеем, то книга «Неемия» немножко другая, потому что это другая история, история другого человека, и она написана от первого лица. В книге «Эзра» мы видим гораздо больше повествований от третьего. Эти события, они происходят после того, как в 539 году до нашей эры, соответственно, было издано разрешение первой группе персидский царь Кирос дал дозволение первой группе переселенцев вернуться туда, в Святую Землю, и начать все это отстраивать. И вот у нас, соответственно, конец VI и начало уже V века до нашей эры, где вот Иерусалим лежит в развалинах, и восстановить его очень сложно. Как же это сделать? Итак, книга «Неемия» первая глава. Слова «Неемия» сына Хохалии. В 1920 году, имеется в виду правление царя Артаксеркса, тогда обычно по царям датировались события, в месте Кисливии я находился в укрепленном городе Сузы. Сузы были одной из столиц или резиденций царских, то есть столицей, конечно, обычно считался Вавилон, даже когда перси его захватили, поскольку самый большой и славный город, вот именно там они правили обычно. Но царь перемещался по разным городам, и, соответственно, где он был, там и была столица. «Ко мне пришел один из братьев моих Ханани, а с ними люди из Иудеи. Я расспросил их об Иудеях, уцелевших после изгнания, и об Иерусалиме». Изгнание же не было тотальным, да, то есть вывели из Иерусалима, ну, всю знать, основное количество ремесленников и тех людей, которые что-то значили. Но кто-то оставался, крестьяне там простые, многие в полях остались. Они рассказали мне, те, кто пережил изгнание, находятся теперь в области Иудеи, они в великой беде и унижении. Стены Иерусалима разрушены, и наоборота сожжены дотла. Когда я услышал это, то сел и зарыдал. Странно, как будто он раньше об этом не знал, что Иерусалим разрушен. Но одно дело, мы знаем что-то абстрактное, другое дело, приходит человек, который это видит своими глазами и пересказывает, и, конечно, это связано с его личными впечатлениями уже. «Я сел и зарыдал, я несколько дней скорбел, постился и молился Богу Небесному такими словами». Ну, и, как всегда, мы, может быть, немножко удивляемся этой молитве, потому что мы хотим, конечно, часто чего-то хорошего для себя, для своей семьи, своей страны, своего народа, и обычно об этом просим, но библейские молитвы, они немножко другие, чем это обычно бывает у людей. «Молю Тебя, Господи, Божий Небесный, Божий Великий и Страшный, Ты верно хранишь завет с теми, кто любит Тебя и соблюдает Твои заповеди». Собственно, для чего такое начало? Почему не начать сразу? «Господи, помоги нам отстроить стены Иерусалима». А потому что стены – это вторично, потому что стены и все остальное – это производные от тех отношений, которые связывают Бога и его народ. «Прислушайся со вниманием, вглядись пристально, услышь молитву о служащем Тебе народе Израиля, которую я, Твой раб, обращаю к Тебе денно и ночно». То есть, вот обычная молитва человека, она как «Господи, я хочу, дай мне это». А здесь другая логика. «Господи, Ты хранишь завет с теми, кто соблюдает Твои заповеди. Обрати внимание на нас. Мы тот самый народ, который здесь и сейчас соблюдает эти заповеди. А поэтому дай нам все, что мы хотим». Не совсем. «Я каюсь в грехах, которыми согрешили пред Тобой сыны Израиля. Выгрешил я и дом отца моего. Преступники мы пред Тобой, что не соблюдали заповеди Твоих и справедливых установлений, которые Ты заповедовал служителю своему Моисею». Вот здесь появляется тема, которую часто обсуждают в России. Тема национального или коллективного покаяния. Но да, мы это много раз видели, нет нужды лишний раз объяснять, что израильтяне в плену, в изгнании понимали вот это бедство как наказание за грехи, прежде всего за идолопоклонство, в которое впали, соответственно, их предки или они сами в Иерусалиме. Вряд ли не имея был идолопоклонником в Иерусалиме до того, как он был взят вавилонинами, просто потому, что он, скорее всего, еще не родился. Тогда почему он в этом кается? И нужно ли людям каяться в грехах, которые совершили иногда их деды и прадеды, иногда, может быть, просто предыдущие поколения их народа, не лично мой дедушка, а чей-то. Вот не имеет дела это. И вопрос, который до сих пор, наверное, нам очень трудно решить, где грань между национальной солидарностью, не имея, осознает себя частью народа, поэтому он относит к себе все то, что на долю этому народу выпало, и понимает, что это не зря и не случайно. И коллективной ответственностью. Вот коллективная ответственность, это никто лично не виноват, никто сам по себе не отвечает за свои поступки, все были такие, время было такое, любимая фраза у многих людей, время было такое, ну, не мы такие, жизнь такая. Вот первое, мне кажется, абсолютно библейское. Я бы назвал это словом национальная солидарность. Солидарность, то есть я не отделяю себя от своего народа, я не говорю, я-то чистенький, я никогда ничего подобного не делал. И он, кстати, начинает, грешил и я. То есть, конечно, у каждого человека есть свои личные грехи, не имея их, сознает. Понятно, что эти личные грехи, возможно, не охватывают весь список, который был когда-то, да, там и дало поклонство и так далее. Но его соучастие в этих грехах начинается с его личных грехов. Может быть, не до такой степени, может быть, не в таких формах, может быть, не так и не тогда, но он тоже нарушал заветы. Если он нарушал заветы, значит, он оказался по другую сторону, вместе со всеми теми, кто его нарушал каким-то своим способом. И вот это неотделение себя от грешников, это важнейшее такое понимание, которое должно быть у человека, когда он обращается с молитвой к Богу о своем народе, о своей стране. У нас очень часто мы-то понимаем, как все надо. Вот они, вот эти вот, дальше идет куча всяких обидных слов, вот они, гады, сволочи, они нам мешают построить правильную жизнь в нашей стране. Вот не имея абсолютно иначе. Но вспомни слово, которое ты заповедал служителю своему Моисею. За измену рассею вас среди народов, но если вернетесь ко мне, станете соблюдать мои заповеди и поступать по ним, то будь вы даже изгнаны до самого края небес, соберу и приведу ее на то место, которое я избрал, чтобы наречь над ним мое имя. То есть не потому, что я хочу, а потому, что ты, Господи, обещал. И завет, он предполагает наказание за его нарушение, но и восстановление после того, как нарушения исправлены. А не рабы твои, а не твой народ, который ты избавил своей великой мощью, рукой могучей. Молю тебя, Господи, преклони слух твой к молитве твоего раба и всех твоих рабов, кому отрадно благоговеть перед именем твоим. Даруй на неуспех рабу твоему, и да отнесется милостью ко мне этот человек. Я был тогда веночерпаем у царя. То есть, смотрите, он понимает, что без помощи царя, даже не просто его сочувствия, но без его помощи не получится так устроены эти великие восточные империи, что, собственно, только царь принимает сколь-нибудь важные решения. И поэтому он, прежде чем идти к царю, беседует с Богом, который над царем, и просит его не просто о том, чтобы помоги мне поговорить с царем, чтобы тот мне все дал, что я хочу, но просит его обратить свою милость к сынам Израилевым, которые начинают соблюдать завет. Но, конечно, это возможно только в том случае, если они действительно вернулись к этому состоянию завета. Если бы, как очень многие люди в очень многих народах, Ними начал свою молитву с того, что мы самые крутые, мы всегда были самые крутые, вот враги наши, сволочи и мерзавцы, но мы их все равно опять разобьем. Бога здесь некуда вставить. Он лишний. То, что мы крутые, у нас все хорошо и будет еще лучше. А вот если у нас все плохо, Господи, и это нам по заслугам, то вот здесь без Бога никак не обойтись. Ну, а как состоялся его разговор с царем, об этом вторая глава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok